Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свои видео обзоры по сортам томатов и хочу поподробнее рассказать о нашем местном сорте. Это алтайский розовый. Если вы хотите без проблем вырастить крупные сладкие, такие мясистые томаты, то этот сорт как раз именно тот. Вот. Естественно, такие крупные сорта, как я уже говорила, без подвязки и посынкования не вырастешь. Сейчас я пристану, покажу вам какой высоты этот куст. Ой! Вот видите, кол у меня метр двадцать. Ну и чуть выше его эти кусты. Но до самого верха, видите, вот здесь уже сформированы томаты, до самого верха эти томаты у вас будут крупные, они не сильно мельчают. И если хорошие погодные условия, не как у нас нынче, то они дают прекрасный, шикарный урожай. Плоды такой красивый розовый оттенок имеют. Они все выровненные, редко бывают уродливые, как обычно у крупных. Ой, встала против солнца, плохо видно. Естественно, посынковать, подвязывать, все это надо. Но если вы любите крупные сорта томатов... Как встать, чтобы солнце-то не загоражило? Ладно, вниз запущусь. Если вы любите крупные сорта томатов, то, конечно, это все придется делать. Но зато вот эти вот, они, видите, они на вторых кистях, такие кругленькие, хорошие, розовые. Первые из первых кистей я уже все собрала, семена выдавила. Вот эти семена у меня всегда в наличии. Этот сорт рекомендую всем. Вызревает даже у нас в Сибирском регионе. Вот сейчас август, я уже первый слой весь сняла, вот эти самые крупные. Сейчас идет созревание вторых, третьих кистей. И сформировались они уже до самого верха. Естественно, после 15 августа верхушку мы прищипываем и ждем, когда поспеют все остальные. Вот это очень хороший, выносливый сорт для сибирских регионов, для Урала, Дальнего Востока. В августе уже можно получить вот такие красивые, розовые, крупные плоды. Это сорт алтайский розовый. С вами была Ольга Чернова. До свидания.